Владимир Борисович, в прошлом выпуске рубрики «Ретоспективы» вы рассказывали о здании центральной панины почтовой. Оно было выставлено в стиле модерн. А были ли в нашем городе здания, построенные, к примеру, в готическом стиле? Ну, я хочу назвать в первую очередь два храма, которые были сооружены в готическом стиле. И не каждый город соседний мог похвастаться таким фактом. Лютеранская кирха, сооруженная на улице Московской, в советское время была обезображена серьезно пристройкой главного фасада по улице Ленина и с носом, безусловно, высокого шпиля. Даже утратили свой первоначальный вид боковые стрельчатые окна церкви. Но Курский костел сохранил свой облик. К счастью, да. Серьезная реставрация, произведенная в костеле в 70-х годах прошлого века, вернула здание в почти первоначальное состояние. Вы говорите, в почти первоначальное? Здесь нет фиал, так называемых декоративных фигур, венчающих многочисленные шпили с крестами. Нет витражей, нет розетки, нет фигур апостолов в нишах главного фасада. Больше готических зданий в городе нет? Этот стиль просматривается в ряде курских зданий. Ну, например, в здании санатория Маква. Потом я хочу сказать, что вот бывший винный склад на улице Халтурина, там тоже просматривается этот стиль. Потом в банковском здании на углу улиц Ленина и Челюскинцев там тоже есть какие-то моменты. Ну и еще я хочу назвать дом номер 26, на который все время покушается снести. А ведь на улице Максима Горько там тоже просматривается немного готики. Расскажите историю здания кирхи. В 1825 году, в год смерти императора Александра I, проживающие в Курске иностранцы, основали евангелическую лютеранскую общину. А в 1826 году, в районе нынешнего здания областной прокуратуры, в глубине квартальчика, они соорудили свой молельный дом. То здание, в котором ныне располагается аппарат областной прокуратуры, было сооружено в 1895 году, неподалеку от этого молитвенного дома. Храм украсил центральную улицу нашего города. Безусловно. Кирха святых апостолов Петра и Павла высверкала своим великолепием. Правда, здание было выстроено не на красной линии Московской улицы, а с небольшим курдонером. Куряне стали называть ее немецкой кирхой. И, конечно, высокий шпиль с золотым крестом ее превосходно украшал. А как выглядел главный фасад? У входного портала, по бокам, в глубоких нишах, стояли скульптурные фигуры апостола Петра и Павла, изготовленные в Риге академиком Фольцем. А каким был интерьер церкви? Внутри алтарное изображение Христа в кирхе было выполнено в Дюссельдорфе. Кирха славилась своими музыкальными вечерами, так как большой великолепный орган, изготовленный известными мастерами в астро-венгерском городе Егендорфе. Кроме церковной службы, орган использовался в музыкальных концертах. Я припоминаю, что на кирхе была еще одна достопримечательность. Вы, по-видимому, имеете в виду крупные часы, установленные в колокольне и подсвечиваемые по вечерам. А что стало с кирхой после Октябрьской революции? Под нажимом местных властей в 1924 году на собрание лютеран было принято решение о закрытии церкви и устройстве в здании клуба для просветительских целей. Как сложилась судьба этого здания позднее? В 1930 году здесь разместился радиоклуб. Он долго здесь проработал? Совсем недолго. Как в те годы завелось, в церкви расположился склад. Вот как после богослужений и музыкальных концертов все превратилось в склад для торговли. И долго это продолжалось? Недолго. В 1934 году Кург стал областным центром. И новые власти превратили кирху в дом физкультурника. Но богатый в то время курский спиртотрест отнял бывшую кирху и перестроил это здание, особенно главный фасад, по проекту архитектора Максима Григорьева. Здание было разрушено во время Великой Отечественной войны. В первые послевоенные годы его реконструировали. С той поры здание осталось неизменным. Только позже появился большой витраж. А в 2004 году на основании бывшей колокольни сделали шатер. В начале 2000-х у стен здания областной прокуратуры была создана мемориальная зона. Здесь поставили великолепную стелу с именами погибших в годы Отечественной войны работников Курской прокуратуры, отдавших свою жизнь за победу. В центре мемориальной композиции находится бюст героя Советского Союза Гаврила Пантелеева. Этот бюст выполнил выдающийся скульптор, курянин Вячеслав Клыков. Здесь же была осуществлена подсветка мемориальной зоны. Ну вот я посетую. К сожалению, вот этот высокий дух патриотизма как будто бы несколько приугас. Нет подсветки, которая была здесь ранее. Владимир Борисович, вы же жили в соседнем доме Ленина 19. Видели, как менялось это здание на протяжении лет? 27 лет я здесь жил. И, уходя на работу, я каждый раз смотрел на эти, когда еще были стрельчатые готические окна, здания бывшей кирхи. Спасибо за сегодняшний рассказ. Было очень интересно. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok